Вошло вино, вышла тайна. При этой дашей сегодня хочу поделиться совершенно безумной идеей, в хорошем смысле слова, которую я начала недавно воплощать в жизни. Боже, прощение. Я начала учить поэ-ум, а именно Евгения Нигин Пушкина. Ещё раз прошу прощения. Не так давно я прочитала Нестерову книгу «Татьянин дом». Ну, на меня особого впечатления эта книга не произвела. Но меня впечатлило другое. Главной героине 16 лет знала наизусть вышла обозначенную поэму. Ходила и ходила с этим впечатлением. Ходила, ходила, психанула и начала тоже её учить. Учу я её по дороге с работы до остановки и домой ехать. Как раз за это время успеваю один стих выучить. Непосредственно перед работой. Непосредственно перед тем, как уходить с работы, я распечатываю один стих, складываю лист в несколько слоёв, чтобы мне было удобно нести в руке, чтобы это было компактно. Иду учу. То есть, вот так выглядит, собственно, в сложенном виде. И у меня уже набралось вот сколько. И я хотела так всю поэму учить. Ну, не всю же книгу с собой таскать. Но поняла, что это очень расточительно. Хоть я и печатаю на чёрных листах, поэтому я стала на свободных местах уже распечатанных листов выписывать рукой. И так и буду делать, пока эти листки не закончатся. Потом снова буду распечатывать и писать потом на оставшихся листах. Тем более, что, допустим, то, что я иду во время учения, это когда выполняешь физически какие-либо упражнения, даже если это просто прогулка, информация лучше запоминается и, конечно, улучшает запоминание то, что я от руки переписываю. Часть поэмы. Когда читаешь поэму Пушкина, как бы всё ложится информацией легко. Когда начинаешь учить наизусть, ты очень хорошо слушаешься слова и замечаешь некоторые нюансы. Например, сейчас у меня полетят тухлые яйца, но я некоторых моментов не понимаю. К примеру. Сам первый стих, предисловие, вступление. «Не смей гордо свет забавить, внимание дружбы возлюбья, хотел бы я тебе оставить, злоб достойнее тебя, достойнее души по прекрасности, то есть полной мечты, поэзии живой, ясной, прекрасных дум, высоких дум и простоты. Но так быть, рукой пристрастно примить собрание пёстрых глав». Почему «но так и быть»? Обычно же эта фраза произносится, когда, ну, допустим, взять данный конкретный случай, мол, вот, написала я тут какую-то матью, не хочется тебе её давать, но так и быть, бери. Но этого нет стихотворения. Я, может, что-то не понимаю, может, и тупенькая такая, но вот есть у меня такие моменты, когда, я у неё замечаю, когда немножечко рифма не совпадает со смыслом. Ну, совпадает, но не до конца. Ох, что-то я за 7 минуты начала говорить. В общем, начало у меня легко запоминалось, видимо, я в школе учила. Особенно мой дядя, самое честное правило, когда не шутку за ним мог, это знают все. Дойду до письма Татьяны, мы тоже все учили в школе. Вот, а остальные песни, ой, некоторые стихи мне даются достаточно, не так легко, не то, чтобы тяжело, но и так легко. Вот, собственно, я хотела рассказать о своей идее, я о ней рассказала. Желаю вам удачи на всех абсолютно поприщах и пока!